Занятия у товарищей, которые были только что, закончились 16 апреля. А уже с 30 апреля, вот первые часы, это будут ваши часы, и у вас будут и первые часы, и вторые часы, чтобы мы могли реализовать программу. А с чем она отличается? Что мы с вами идем с учетом истории, развития философии, чтобы у нас такой был взгляд, немножко исторический. А чем хороший исторический взгляд? Что он позволяет некоторую прочность придать, меньше забываешь, потому что если человек логически только запоминает, он значит сделал ошибку. А если он еще исторический, вы откатились на 2000 лет назад. Вот если вы примерно представляете, что вот это раньше так думали 2000 лет назад, сейчас так не думают. То вы же должны быть современными, так сказать, журналистами, а не такими, у которых какие-то застарелые взгляды, которые давно уже не присутствуют в науке. То есть присутствуют в какой науке? В истории философии. Поскольку дело обстоит таким образом, то мы с вами продолжим. Мы с вами рассматривали позиции философов. И, по-моему, греков мы досмотрели до конца или нет? Нет. Давайте мы вот с этого места пойдем и досмотрим. Значит, среди греческих философов рассматривали мы с вами Милецкую школу. Фалес, Аноксимен, Аноксимандр. Да или нет? Рассматривали. Вот. И вот этот Фалес, вам известно, говорил, что есть все, поставил вопрос. Основную задачу философского знания. Поставить он поставил, а другие на него дали ответ. И вы как даете ответ на вопрос, что есть все? Ничего. Ничего? Нет. Потому что раз ничего вы сказали, раз вы сказали это ничего, значит оно есть. А раз оно есть, значит оно бытие. Значит, ответ на этот вопрос бытие. Но на этот, вот такой ответ дали другие, а именно Парменид. Представитель школы Элиатов, который говорил так. Есть только бытие, а не бытия вовсе нет. Согласны с этим? Что есть только бытие, а не бытия вовсе нет. Вы с Парменидом согласны? Вы не согласны с Парменидом? А что вы с ним не согласны? А что вам не нравится у Парменида? Он сказал, что он сказал, значит оно уже есть. А? Как раз он сказал, значит оно уже есть. Вот, совершенно правильно. Вот мы как раз на этом с вами остановились. Что раз он сказал, что его нет, он-то думал, если он говорит, что его нет, то значит он как бы фиксирует отсутствие этого небытия. А если я вот сейчас подойду и от вас оттолкнусь, дескать, я против вас. Это что будет означать? Что значит я к вам прикоснусь. Правильно? Поэтому еще вот такого диалектического подхода, диалектических таких приемов, эти древние философы первые, они не имели. И, так сказать, пока не обладали этой способностью. А сейчас мы знаем, что если человек что-то говорит, что нет этого небытия. Ну раз нет небытия, значит вы рассказываете о чем? О небытии. Где оно есть? А где оно тогда есть? В разговоре. Правильно? Тут же не говорится, где его нет. Нельзя говорить, что его вообще нет. Раз оно есть в разговоре, оно где-то уже есть. И вот это небытие тем самым тут и притягивается. В это же самое время появился и первый диалектик, и основатель, можно сказать, диалектики, это Гераклит. Что говорил Гераклит? Что все течет, все изменяется. И то, что он говорил, относится к чему? Ко всему. И это является завоеванием человечества. Гелософским завоеванием и общенаучным завоеванием. Вы можете найти что-нибудь такое, чтобы не изменялось? Нам труднее объяснить, что такое изменение, мы еще до этого не добрались. А вот то, что все изменяется, ну ничего нет такого, чтобы... Можете привести пример того, что не изменяется? Никто не может? Что у нас, это слабый научный аппарат или нет таких предметов? Нет ничего нигде, нет ничего такого, чтобы не изменялось. И вот, к сожалению, именно потому, что он диалектик, а люди, которые его читают или вспоминают этого Гераклита, не диалектики сплошь и рядом, они неправильно как-то искажают. Например, они цитируют, как бы цитируя, или говорят, что они цитируют Гераклита, хотя они книжку в руках не держат, они излагают его теорию так, что вот в одну и ту же реку нельзя войти дважды. А сразу вам скажу, что для диалектических высказываний характерна формулировка двух прямо противоположных утверждений. То есть в одну и ту же реку нельзя войти дважды, а второе высказывание – в одну и ту же реку, только в одну и ту же реку, и можно войти дважды. Причем, я думаю, второе даже более очевидно. Ну, как вы будете, если вы берете не одну и ту же реку, то о чем вообще разговор? Я сначала вошел в Неву, а второй раз в Москву-реку. О чем тогда вообще разговор? То есть только в одну и ту же реку, и можно войти дважды. Но если вы входите в одну и ту же реку Какой смысл высказывания о том, что нельзя войти дважды А в другом смысле В том, что у него и русло изменилось, и вода уже другая течет Правильно? Поэтому и можно войти в одну и ту же реку дважды И нельзя войти И то утверждение имеет смысл, и другое Вот я на вас смотрю Вы изменяетесь? Изменяйтесь Вы равны самой себе? Если вы не равны, тогда только что были вы, а уже теперь не вы И я уже не знаю, к кому обращаюсь Даже хуже того, если это не вы Если бы сказали, что это не я Я не равна То это тогда вопрос о том, что тот человек, который сидел Уже не тот И вы документики-то ждаете того человека А идите там, деканат получайте Если вы не равны А если вы равны, то да Но тут есть другая пара Если вы только равны Вы только равны самой себе? А зачем тогда на лекцию ходить? Детский говорит, вы пришли, полтора часа отсидели, остались равны самой себе Тут два варианта Комментариев к этой ситуации Либо вы такая, значит Что сколько я вам не объясняю Ну это как-то даже мне говорить неудобно Либо я такой Что-то я такую лекцию прочитал Что в начале была лекция, что потом Никакого продвижения Каким вот вы были Как вот вы что знали, то и остались Остались при этом То есть Только тогда можно говорить об изменении Когда есть и то, и другое И равенство, и неравенство Но это впереди Мы еще об этом поговорим А пока мы должны Вот на это отметить Что вот эта характеристика вообще диалектики С которой началась, можно сказать Еще не как система знаний А как такая гениальная догадка Или как гениальная формулировка С Гераклита Который выразил самую суть Вот диалексики Как Челесообразность рассмотрения Обоих противоположных учреждений Не надо ничего отбрасывать Надо понять в каком смысле Одно утверждение И в каком смысле противоположное Я вам рассказывал про философа Который приехал в деревню Рассказывал Ну вот там Класс тот самый вариант Когда вам и то, и другое Сразу утверждается Про что вы можете сказать Чтобы оно было только равно Самому себе И тоже бы не равно было Есть такой пример Можете ли вы привести Хоть какой-нибудь пример Из жизни Где было бы только равенство с собой И не было бы неравенства с собой Можете? Это о чем говорить? Что у вас слабая сила ума? Или так в жизни Или так устроено Что все есть Одновременно и равно И не равно самому себе Ну вот если вы вот Являетесь студентами Высшей школы Журналистики И массовая коммуникация Если вы студенты Студенты это человек Который равен самому себе Или это человек Который все время Неравен самому себе Что значит я учусь? Если я учусь То я все время Пополняю свои Знания То есть я все время Знаю больше Чем там вчера Позавчера и так далее Верно? От курса к курсу От лекции к лекции От занятий к занятий И вообще я думаю Это не важно Не важно что вы читаете Важно что я обучаюсь Вы сами обучаетесь Или я вас обучаю? Как правильно сказать? Нет Взаимно Но вы так говорите Я учусь в университете Или меня учат в университете Как вы предпочитаете сказать? Ну вы же учитесь А мы вам кто? А мы вам костыли Ну как бы вы сейчас Как ходите? Вы же учитесь? Значит вы еще ходите Так сказать там Философию не очень имеете Вот вам есть дают костыль Ну костыль вам такой Дипломированный Какой-нибудь такой Чтобы он Как бы записано Что он имеет право Преподавать там И так далее Ну если вы же учитесь Если вы не учитесь Так вам и костыли не помогут Правильно? Ходить А что значит Я учусь? С с мягким знаком Что это означает? Как полностью? Вот это все Нельзя расшифровать На конце Как расшифровать? Я учу Ну что означает С с мягким знаком? Себя 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 Вы учите себя Мы вам помогаем 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 Потом говорит Хватит помогать Дайте нам диплом Мы уже Нам не надо помогать Мы уже выучились Так? Так В эту учебу Входят ваши занятия И никогда Вы никого не научите Кто сам не учится Правильно? Мы это прекрасно знаем Если вы скажете Не буду я Вот что хотите Говорите Я И слушать не хочу И Вот я могу здесь просидеть И У меня там Музыка играет В ушах Там все угодно И для этого Даже не обязательно Туда что не представлять Я в голове Думаю совсем о другом Вот когда вы учитесь Надо ведь не только Слушать и читать А надо еще что делать Кроме того Что надо вот Слушать и читать Что надо делать Когда вы учитесь Сказать Думать надо еще Вот у меня был Такой студенческий эпизод Иду я по По коридору Такая коморка У нас была На первом этаже Там сидел Доктор Кризик Математических Наук Профессор Никитин Астроном Душа у меня Такой человек Фронтовик Я к нему захожу А у него там Все забито Вот книгами Вот все забито 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 И портфель у него Вот когда он идет У него Все у него Прям книги Вот вываливается И старый Пристарый Портфель Вот все И потом У него Ранение было Еще И вот У него еще Руки вот так Вот у него Пальцами держат И вот он Так скрученный Смотрит на меня Говорит Ты говорит Миша Чего так плохо Выглядишь Ты наверное Много читаешь Я говорю А что это плохо Ну конечно Говорит Ты разучишься думать Думаю Ничего себе Ты разучишься думать Вот вы наверное Тоже много читаете Во-первых Это портит Цвет лица Это раз Во-вторых Ну вот если у вас Допустим Три часа Что нужно делать Полтора часа читаю А полтора часа Думаю Вдумать Если же вы Читаете три часа Это же все Это пропащее дело А если у вас Шесть часов Что надо делать Три часа Читаю Три часа Думаю Вы думаете Три часа Когда у вас Шесть часов Я сомневаюсь Вот начинаете Читать Читать И когда все Прочтете Вот у нас Бан есть Библиотека Академии Когда все Прочтете Что у вас будет В голове Не Ну не надо У вас будет Библиотека Академии Наук в голове Но вы понимаете Что ученым Вы точно не будете В этом ситуации А кто будете А я к вам приду Спрошу А где вот это Что написано А вы мне Расскажите Будете вы кто Библиограф Это хорошее дело То есть если вы Хотите стать Библиографами Читайте И будете знать Где что написано Поэтому это очень важно Вот обдумывать Это дело Ну и Вот этот курс Который Читается Ну он как бы У нас и лекции Такие будут Мы будем на лекциях Немножко думать Это же неплохо Если мы думаем Я вас спрашиваю И буду Так я могу Вы скажете А что вы меня спрашиваете Ваши лекции Вы читаете Мы будем записывать А вы будете записывать Заучивать что ли А я хочу спросить Чтобы знать Как вы это воспринимаете Что у вас в голове Рождается Если у вас рождается В голове Зачем я буду На этом останавливаться А если оно не рождается Значит Куда я побежал Когда мы не разобрали Этот вопрос Правильно Мы же должны додуматься Вместе И если я Если вы сами Не задаете мне вопросы То Ну я вам задаю вопросы Вы мне должны вопросы Задавать Если вам что-то непонятно Или вы пойдете Читать в библиотеку В Академии наук Зачем Существует Научное руководство Зачем существуют Научные руководители По дипломным работам По Кандидатским Диссертациям Ну потому что Вы будете копаться 25 часов А я вам Через 2 минуты Скажу что Тут надо Сделать Или что это означает И вы сэкономите время Почему? Потому что вы должны Пройти дальше Чем я За всю свою Научную жизнь Правильно или нет? А если вы пройдете Меньше чем я То скажите Что это у нас Куда-то развитие Пошло назад В спять Мне внучка моя Говорит Если вы нас родили Значит мы должны Быть лучше вас Я так подумал Ничего себе Действительно Если мы их родили Чего же они будут Хуже нас? Какой смысл? А зачем Говорит нас тогда Было рождать? Вот зачем Вот вы Зачем вы нужны Если вы будете Хуже меня? Скажите Я исхожу из того Что вы должны Дальше пойти Чем я Правильно? Логично? Ну вот давайте Для этого надо думать А если вы будете Повторять за то Что я вам прочитаю А вы это можете повторять Что я Я выясню Что вы можете повторить Это что я должен Вот я профессор Доктор Пилосовский Должен выяснить Можете ли вы повторить Да я считаю Что если люди Принесли Аттестат зрелости Сюда И сдали Прежде чем поступать То они уже точно Могут повторять Поэтому Спрашивать вас Чтобы проверить Можете ли вы повторить Или переписать Нет Это не та задача Ну вот Значит Пойдем дальше Значит Мы остановились с вами На очень важном Пункте Это вот Гераклит Эфесский И Гераклит темный Его еще называют Из Эфиса Вот А Его пытались Тут Так или иначе Критиковать Значит Разные Вот Зенон Ученик Парменида Пытался доказывать Тесты своего Учителя О том Что есть Только бытие И небытия Вовсе нет И поэтому Всякий Придумывал Опори То есть Противоречивые Высказывания Дескать Вот Ахиллес Никогда Не догонит Черепахи Потому что Ахиллес Пока он бежит Вот это Расстояние До того Места Где стояла Черепаха Черепаха Уйдет Опять Картина Та же Самая Есть Отрезок И тут Стоит Черепаха А тут Ахиллес Побежал Ахиллес Так за это время Черепаха Опять Уйдет И опять Такая же Картина Опять Отрезок И так Он никогда Не догонит На самом деле Здесь мы Сталкиваемся С чем С бесконечностью С бесконечностью Потому что Точек Бесконечно Много Если вы будете Просто Вот так Разлагать Движение На какие-то Только элементы То вы Никак Не получите А на Прямой Есть Две соседних Точки Ну просто Прямая Вот вы Видели Так Прямая Ось Х Две Соседних Точки Соседние Точки Есть Напрямой Нету То есть Вот Любые Самые Близко Лежащие Точечки Возьмите Между Ними Столько Точек Сколько На Всей А Сколько На Всей Точек Ну Так И тут Бесконечно Поэтому Берут Отрезок Ноль Один Называют Континуум Потому что Это то же Самое Что И вся Числовая Можно Установить Взаимно Однозначное Соответствие Между Точками Отрезка Ноль Один И Точками Всей Оси И Вот Есть Теория Чисел Такая Из книга Баревич Шафаревич Вот такой Толщины Это Теория Чисел И все Разворачивается На Этой Оси Люди Занимаются Математиками Этими Делами Так Следующая Фигура Которую Надо Назвать Обязательно Демокрит Чем Известен Демокрит Демокрит Это Основатель Материализма Можно Сказать Что С Демокрита Пошел Материализм А С Платона Пошел Идеализм А до Этого Как бы Этого Деления Не Просматривается Философия Мы Это Ни К Пармениду Ничего Не Говорим Ни К Зенону Это Не Применяем А Демокрит Сказал Что Он Создатель Учения Под Названием Атомистика Что Первоосновой Мира Является Атом Неделимая Частица Вещества Атом Неделим Вечен Тождественен Самому Себе Каждый Атом Объят Пустотой И Будучи Учеником Левкип Он Доказывал Что Атомы Совершенно Бескачественные Однородные Лишены Чувственных Свойств И Он Написал 70 Произведений Более 70 Произведений И Ни Одно Из Этих Произведений До Нас Не Дошло А Все Равно Этого Демокрита Помнят И Славят Почему Потому Что Его Много Было Учеников И Это Учение Один Раз Зародившись Материалистическое Оно Развивалось 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 То есть Развивалось Как Учение О том Что Первично Бытие Материя Ну В виде Вот Этих Самых Атомов Во второй Половине Пятого Века До Нашей Эры В Греции Возникает Интеллектуальное Течение Называемое Софистикой Вот Гегель В науке Логике Говорит Что Софистика Это Рассуждение Из Недоказанной Предпосылки То есть Вот Берут Какое Ни Положение Которое В общем-то Никак Не доказанно Люди На это Не обращают Внимания А потом Начинают Из него Выводить 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 Так строго И приводит Вас К тому С чем Вы Загласиться Не можете Но Уже Вас Как Вы Приучили К тому Что Поэтому Можно Если брать Разные Противоположные Предпосылки И доказывать Прямо Противоположно Ну Пожалуйста Например Есть Вот Молодой человек Мне тут Девушек Неудобно Спрашивать У вас есть Недостатки Есть Хорошо А Недостатки Они у вас Проявляются В чем-нибудь В поступках Или нет Проявляются Потому что Если они Не проявляются То они Не недостатки Логично Потому что Что это за Недостатки Когда они проявляются Тогда это поклёп Так сказать Сами на себя Вы возводите Поклёп Значит Они у вас Проявляются А если Они Ваши Недостатки Значит Они В таких Поступках На пользу Общество Проявляются Или в Антиобщественных Поступках Вот Товарищ Признался Что он Совершает Антиобщественные Поступки Вот скажите Про вас А что Нужно делать С теми Людьми Которые Совершают Антиобщественные Поступки Наказывать Может Изолировать Надо вас Чтобы поступки Это не вредили Обществу Это антиобщество Вот видите Люди сидят Это общество А вы вот Сели впереди И совершаете Какие-то Антиобщественные И сейчас Что-то Вы задумываете Против меня И против них Ну то есть Я не обязательно Считаю Что вы задумываете Но не исключаю Вы же сами Не исключаете Потом Если вы раньше Делали Антиобщественные Поступки Потом Это уже Вашим качеством Стало У вас Это недостатки Вы сами знаете Что у вас есть Недостатки То есть Они в будущем будут А завтра вы пойдете Оторвете мне голову Так что ждать Когда вы оторвете Или как-то Раньше надо Изолировать вас От общества Все так говорят А потом подходят И оторвают голову Ну вот вам пример Софистического рассуждения Логично так сказать То есть я Вроде бы Ничего тут не нарушил А вы как должны были Сказать А у вас вообще А вы так Вторую сторону Не взяли А вы стали обороняться Оправдываться А если оправдывается Значит Ну все Преступники Они все оправдываются И говорят Мы не виноваты Мы этого не совершали Как не совершали Это вы сказали Что у вас есть Недостатки Это я что ли сказал Вы сами сказали Давайте Вот с ваших слов У меня записано Сейчас знаете Как следователи делают С моих слов Записано верно Подпишите Вот вы подпишите А потом я скажу Ну теперь надо уже Его изолировать У нас уже документ есть Сейчас вызовем бригаду И вас увезут Вот вам софистик А вы должны были сказать А у меня есть еще достоинства У вас есть достоинства А что вы о них молчали Думаете я буду говорить А у меня специальность другая Если я допустим В соответствующей службе работаю Мое дело накопать У вас недостатки И все А это достоинство Это не мое Иди и ищите Кого хотите А вы молчите Теперь второе Вы должны были бы Как диалектик Поставить вопрос Вы должны взять меня в целом А вы из меня Вы скребаете Какие-то недостатки А я в целом Положительный человек Недостатки говорят Только тогда Когда у меня в целом Моя деятельность положительная Тогда это недостатки А вот Отрицательно Моя деятельность Если у меня недостатки А если я подлец А у меня тогда есть Какие-то хорошие качества И эти хорошие качества Мне подлецу Позволяют втираться В доверие К хорошим людям Мошенники Что делают Словопотребление доверия Вот я и вид Такой благообразный Изображаю себя Профессор На лекции А вы Паспорт мой Видели Вот вы пришли И как-то На такой народ Доверчивый Приходят Вот сидят люди Они приходят И сидят И слушают Вы хоть видели Того Кто у вас А как вы узнали Что я Ваш преподаватель Ничего не проверяют Ничего не знают Ну сколько народу Уже так Было жертвами Всего Еще и на экзамене Возможно приду Там-то хоть Проверьте Потом Потом понесете Свои зачеты У нас такого нет Преподавателя Откуда Сюда выходили С чего это было А я мог бы и продолжить А вот молодой человек А вы один такой Или у вас Несколько человек Ну какие вот С недостатками Которые совершают Антиобщественные действия А? Думаю я не один Не один Вот человек признался Что это организованные группы У вас Совершаются А если действия Совершаются Организованные группы Вы понимаете Что тянете Уже на другую статью? Правильно же? Короче На этом я останавливаю Наш экскурс Но софистика Это вот такая штука То есть Они очень Не интересовала их истина И меня сейчас Не интересовала истина Я вот так Куда-нибудь вас завести А там видно будет Для них важнее Убедительно Что-либо доказать Побудить кого-то К действиям А кого? Ну к того Кто вас изолирует От общества Побудить надо их И найти Вот И они стали практиками Теоретиками риторики То есть Вот если нужно что-то доказать Они доказывают Вам задача Доказать что я не прав Вы доказываете А потом другая задача Доказать что я прав И опять вы доказываете И первый раз хорошо доказывали И второй раз хорошо доказывали А диалектика что говорит? А если человек Есть единство противоположностей То про него и одно можно сказать И про другое можно сказать А выход из этого какой-то есть? Ну это на этом уровне Какой был у древних греков Нет выхода А у нас уже есть Мы должны сказать А в целом он человек положительный С недостатками Или отрицательный С достоинствами Правильно? Это вот противоположность Или он Позитивный человек Позитивный У которого есть недостатки Или негативный У которого есть достоинства И он этими С помощью своих достоинств Втерся к вам Всем в доверии Ко мне Но мы его раскусили Вот Как поставить вопрос Так или так Ну вот это вот софисты Я что хотел сказать То есть вы можете открыть Там историю философии Очень хорошие лекции Гегеля По истории философии Хорошая очень книга И изучать Поскольку сам Гегель Построил философскую систему Лучше по истории брать Не того, кто ничего В философии не сделал А того, кто сделал Великой философии Поэтому У вас времени это мало Только если у вас мало времени Кого надо читать? Великих, гениальных Или кого попало? Ну гениальных надо читать Вот Поэтому если вы хотите Но Тут сразу вы можете увидеть Что если вы Мы берем Тот уровень развития философии Когда нет системы И нет какого-то целого И нет единства Можно что угодно доказывать То одно докажут То другое докажут И друг друга убеждают И спорят И бесконечно могут спорить Вот если у нас спор идет Это конфликт или нет? У нас сейчас с вами конфликт? Вот с вами Я уже про вас такого наговорил Думал сейчас уже конфликт Нет? Конфликта нет у нас с вами? Нет Я вот конфликтологам преподаю Как раз У меня сегодня утром Начинается В 11.20 Для конфликтологов Они вот Я к ним пришел Неделю назад Они уже все сдали Экзамены Первый семестр Я говорю Вы хоть конфликт-то знаете Что? Они не знают Что такое конфликт Говорит Это разное мнение Но это мнение Мы с вами мнение Можем высказывать бесконечно Вот сколько мы тут сидим Сколько будем высказывать А где конфликт? Так что Весь вопрос в целом И о действиях людей Если действие сводится к тому Что вы одно говорите А я другое говорю Вы речете одно А я речу Другое А если я речу Противоположное тому Что вы Это что у нас получается? Противоречие Речь Противная Вам противно Что я говорю? Противное Противоположное тому Что Я говорю Вы думаете А я думаю наоборот И вот мы с вами Этим всем занимаемся Это что такое будет? И будет у нас Разногласие Вы гласите одно А я глашу другое Разногласие Это же Вы одно Я другое А где конфликт? Нет никакого конфликта И так мы можем Как встречаемся Обязательно Поспорим И разойдемся А потом опять Поспорим И разойдемся И так всю жизнь И что? Ничего Никакого конфликта нет А конфликт когда? Когда негативные эмоции Когда негативные эмоции Когда что? Когда есть негативные эмоции У участников Негативные что? Эмоции Эмоции? Да у меня все время Негативные эмоции Когда я не согласен С чем-нибудь А у вас позитивные Когда вы не согласны С чем-нибудь Интересно Это новое для меня Никогда не думал Что это проявляется Просто в негативных эмоциях Ну если я с вами не согласен Что я должен радоваться Этому что ли? У меня негативные Конечно Что это вы это называете такое? Вот я сейчас уже у меня негативные эмоции по поводу того, что вы назвали конфликт негативными эмоциями. А у вас что, позитивные эмоции по поводу того, что я сказал? Я же на вас нападаю. Как это может у вас рождать позитивную эмоцию? Я не понимаю. Вы должны возмущаться, пришел профессор. Нет, чтобы тихо, спокойно, прилично читать лекцию. Он начинает нападать на тех, кто слушает лекцию. Вы скажете, Михаил Васильевич, ваша задача какая? Вы читайте, я запишу, будет экзамен, я сдам. Не надо тут нам устраивать такие перепалки. Ну, правильно было бы? Так это негативные у вас эмоции вызывают? Или позитивные? Ну, позитивные, потому что вы понимаете, что у нас такая ситуация игровая. А так-то вообще негативные. Конфликт, думаете? Нет, конфликт это я бы сейчас подошел и вас стукнул по голове. Вот это был бы конфликт. А это что? Это никакой не конфликт. Почему? Потому что вы не знаете определения конфликта. Я могу вам подарить. Конфликт это противоречие. Противоречие это когда мы просто с вами спорим еще. Но обострившиеся противоречия до такой степени обострившиеся, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Я говорил, говорил. Или вы не выдержали, подошли ко мне. У вас там тяжелый телефон, у меня еще тяжелее, чем у вас. Как этим телефонам? Раз по голове. Это уже конфликт. А потом, чтобы замять дело, я скажу. Она просто случайно у меня вырвалась. Я махнул рукой. А в руке был телефон. И попал ему по голове. Когда буду писать объяснение. И у меня сторонники найдутся. Это с моей стороны будут свидетели. А у вас с вашей стороны. Они смотрели, что я вообще не выронил его. Прямо так и бил. Ну и начнутся споры еще между свидетелями. Вообще черти что. Значит, почему мы об этом повели? Потому что то, что было в истории философии, не пропало. Почему? Потому что у кого нет стройной современной философской системы, что у него в голове? Остатки умерших философских систем. Вот Генгельс об этом написал. Как это называется? Вот если у вас обрывки всяких философских учений, вы даже не знаете каких. Ну у вас они, ну как всегда бывает. Не то, что у вас же не пустая голова. У любого обывателя голова не пустая. Она заполнена чем? Ну какими-то философскими. Какими? Ну вот, которые были 9 тысячи лет назад. Вот поэтому Генгельс прямо пишет, что здравый смысл. Говорит, вот вы чем руководствуете? Здравым смыслом руководствуете? Ну если вы скажете не здравым, это вообще уже ни в какие ворота не лезет. Здравый смысл. Вот здравый смысл и означает, что это остатки умерших философских систем и обрывки курсов, несистематически прослушанных вузах. В Энгельсах прямо и написано, обрывки. А у нас ничего кроме обрывков и нет, мы вообще с вами еще курса даже философии, только начинаем. У нас не может быть ничего кроме обрывков. А я уже к вам претензии предъявляю. Скажите, вы что мне предъявляете претензии? Вы еще меня ничего не научили, а уже нападаете, что я этого не знаю. А вы ничего мне не передали. Кто виноват? Вы? Я виноват или вы? Вы виноваты. Вы мои недостатки ищите. Вы на свои посмотрите недостатки. Вот вы должны все сказать. А вы, так сказать, допускаете. Вы же я гражданин России. Вы как со мной разговариваете? Вы так должны наступать. Это никакой не конфликт. Вы отстаиваете свои гражданские права. Что значит я студент? Я вообще вот, я пришел тут, что-то доброе и прочее послушать от вас. А вы до меня начинаете наезжать. Это нехорошо. Это все равно не конфликт. Это у нас спорт. Это мы все время из разных посылок исходим и, так сказать, тренируемся. Это очень полезная тренировка. Однажды у меня была такая ситуация. Мне позвонил завкафедр и политической психологии товарищ Юрьев. И говорит, Михаил Васильевич, тут у меня 11 представителей президента Ельцина имелось в виду. А у них была такая вот на даче Романовской, даче бывшей, такая школа была, психология человека. Да вот, говорит, вы не могли бы прийти поучаствовать в дискуссии. Ну, а какая дискуссия? Ну, вот представители президента, надо, чтобы они имели каких-то реальных оппонентов, которые бы с ними поспорили. Я говорю, ну, хорошо. А мы, говорит, вам обедом покорим. Ну, говорит, да точно, я поехал. А мы еще и денежки вам дадим. Вы говорите, о чем разговор? Я приехал. Ну, и что я думаю? Вот представьте, представители президента, что я могу им сказать? Я им сделал такое предисловие, что вот, ну, вы видите, что происходит у вас? Видите, вы, значит, пришли и прогнали коммунистов. Вы пришли. Да? Народ вас восславил. А потом, вот видите сейчас, что получается? Вы прогнали коммунистов, а все становится все хуже и хуже и хуже. Вот. И вот, а вы им что будете говорить? Народу. Так это все из-за них, вот из-за этих коммунистов. Так все хуже и хуже и хуже. А они все слушают, что вы говорите, а потом все еще, опять еще все хуже и хуже. Так вы уже сколько лет сидите, и все опять виноваты, эти самые коммунисты. Тем более, в два раза упало производство. По сравнению с тем, что было в РСФСР. И вот, когда Владимир Владимирович говорил, удвоение ВВП, это что значит? Вылезти на тот уровень, который был в 90-м году. Вот это удвоение ВВП. Ну вот. Я говорю, народ-то перестанет уже слушать то, что вы им говорите. Он скажет, вы сами виноваты, и погонит вас. А вы ему скажете, вот это вот они виноваты. А они уже не будут слушать, и опять придут те, кого вы прогнали. Но, я говорю, кто бы ни пришел, ведь такие люди, грамотные управленцы, всегда будут нужны. А они, смотрю, сразу заинтересовались. Это люди, какие представители президента, это люди такие, у них жилка какая, наверх? Карьеру сделают? Всегда, при любой власти, нужны будут люди, которые умеют управлять. И это все очень ценно. Ну, давайте поспорим теперь по частности. А он по частности, вот, записывает на телевидении, ну, местном, вот здесь, для чего показывать. Вот он выступает, а я должен, так сказать, как бы на него нападать, а он должен на меня нападать. Вот он, говорит, вот Россия, приходит, говорит, она на операционном столе, один, говорит, представитель президента. И, ну, они, правда, без галстуков, домашняя такая обстановка. Она на операционном столе, тяжело, нужно резать. И смотрит, что я скажу. А я повторяю, вот Россия, на операционном столе, и выходит мясник в грязном фартуке с ржавым ножом. И, говорит, нужно резать. И все, у них все, конец. Они ничего не могут уже сказать. Дальше они... Остановилось мышление. Отпал. Следующий. У нас есть целый... По поводу, что делать в экономике. У нас есть целый пакет экономических предложений. Я говорю, а что в пакете? И все, он посыпался. Ну, короткие мысли, дальше ничего нету. Вот я хочу сказать, что здесь вот от должности это не зависит. Это зависит от того, насколько люди привыкли логически рассуждать. Вот в этом смысле вот те самые софисты, они эту способность всячески развивали. И поэтому мы можем сказать, что они неправы. То есть выводы, какие они сделали, неправильные. Зато они показали, как можно повлиять, если вы встали на какую-то позицию, и ее дальше развиваются. Так. То есть для них было важно убедительно что-либо доказать. Побудить какого-то к действиям. А к действиям или к одним могли побудить, или к другим, в зависимости от того, что взяли за предпосылку. Они стали практиками и теоретиками риторики, то есть искусство убеждать людей. Вам это важно? Журналисты чем занимаются? Они убеждают же людей словом. Словом. Причем каким? Ну, если это журналисты, которые только пером пишут, это одно дело. Но есть журналисты, они же и выступают, это что журналисты? Теле-журналисты. Они же не только словом, правда? Ну, то есть не только письменным словом, но и устным словом. Протагор говорил, один из софистов, человек есть мера всех вещей. Красиво? Вам нравится? Или не нравится? Вот скажите мне. Вот я вам сказал, протагор сказал, человек есть мера всех вещей. Вот вам понравилось это высказывание? А? И правильно оно вам не понятно. Чего это человек, как в качестве меры берется? Это вместо, как будто это килограмм или метр. Мы будем вещи мерить людьми. Давайте наоборот, людей мерить вещами. То есть метрами там, вот сколько вы там? Метр семьдесят три. Или метр пятьдесят семь. Что вдруг, так вроде красиво? И он этим известен, человек мера всех вещей. Но вообще-то человек не мера, а человек цель и самоцель. Правильно? Почему? Еще мера вещей главная. Но если имеется в виду, что вещи должны служить человеку, так надо так и сказать, что не человек для вещей, а вещи для человека. Вот сейчас у нас общество, в котором человек для вещей или вещи для человека? Вещи для человека. А? Вещи для человека. Сейчас? Вы прямо. Идите в магазин, посмотрите, сколько пальмового масла вставлено во все продукты. Это для человека вы считаете? Да ладно. Нигде такого нет. Цель производства сейчас какое производство? Буржуазное. Какая цель у меня? Если я предприниматель, какая у меня цель? Вот я произвел товар. Это что значит? Для кого я произвел товар? Вы пришли и купили. И что я говорю? Сам бы ел, да деньги надо. Мне что надо от вас? Деньги мне надо от вас. Деньги. Давайте деньги. А вам что от меня надо? Что я какую-то вашу потребность удовлетворил? Ну, поскольку мне все-таки надо свои проблемы решить. Мне деньги надо. Так прямо я стараюсь я, особенно ваши потребности. Я стараюсь, вот у нас есть целое тут отделение продвижения товара на рынок, которое вот только что было. Оно вам продвинет этот вот мой товар. Вы его купите. А есть его почти нельзя. Потому что цель у нас другая. У меня цель – прибыль. Правильно же? Но я не могу эту прибыль получить, а что-то какую-то вашу потребность удовлетворить. А если у вас нет этой потребности, надо вас эту потребность породить. Видели, вот никто не ходил с этими облаками дыма, теперь ходят с этими. Опять деньги. Правильно? Или детям втюхивают там. Сначала были там одни куклы, потом страшилки всякие были. Их надо много-много собрать обязательно. Они дорогие, невозможно. Родители их собирали. Сейчас пони. Пони нужно много их там. Не одну. Это вы раньше ходили там с куколкой одной. Нет, надо таких одинаковых, однотипных. Много-много. Или яноровов собрать очень много. Ну что, для детей пожалеете, что ли, если у вас дети будут? Ну не пожалеете же для детей. Поэтому это самый бизнес на детях. Вот для какого надо думать. А там дураки в это в советское время. Детская обувь была в два раза дешевле, чем взрослая. Ну это вообще не знаешь. С другой стороны, цель какая была? Производство. При социализме. Не то, что кто-то думал, или какой-то человек сидел там. Ленин, Сталин там. Это не другой вообще вопрос. Объективно, цель производства. Социалистического какая? Обеспечить товарами. Товарами. И товаров не было. Вообще не было товаров. Какой товар? Единая собственность. Если у нас единая собственность, чем обмениваться можно? Обмен это когда я из своей собственности вам передаю, а вы мне из своей собственности мне передаете. Если у нас общая собственность, какие товары? Это не товары. Это непосредственно общественные продукты и все. Цель этих продуктов какая? Для чего их произвели? Чтобы у вас деньги забрать? Или для другого? Ну цель, где-то она записана вообще, цель производства. Это долго обсуждали. Вот такая была проблема в первой программе партии, которая готовила тройка такая. Мартов, вам известный, Ленин и Плеханов. Ко второму съезду РСДРП. И вот Плеханов, который написал вариант программы, написал, производство при социализме осуществляется удовлетворение нужд общества. А Ленин пишет, нет, это такое производство еще и тресты могут дать. Ну что, тресты разве не обеспечивают нужды общества? А гляньте, какие-то нужды общества сейчас обеспечиваются? Это вообще не значит, что это социализм. Нет, говорит, надо для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития. Кого? Кого? Если у меня. У нас же есть такие личности сейчас, которые свободно и всесторонне развиваются. Вот Абрамович обеспечен полностью. А Дерипаска? Нормально же у него все? У вас подводная лодка есть? Есть. А корабль у кого-нибудь есть? Сейчас у нас весенние симметры. Я все мечтаю, что кто-нибудь, у кого есть корабль, скажет, Михаил Ильич, ну что мы здесь вот сидим в этой аудитории? У нас же никто не запрещает лекции читать на корабле. Ну прямо вот у нас вот, прямо вот эти часы, мы выходим к набережной, швартуются. А у вас есть корабль, мы там садимся на корабль. Ну кофе-то нальете нам по чашечке? Больше ничего. Мы не требуем с коньяком. Просто кофе скажут, что какие с коньяком, сейчас лекции. И сидим себе, и едем так, от моста к мосту. И также на эту тему и обсуждаем, с какой целью, какие цели, там, производство и так далее, как хорошо. Ну нет этого. Ну вот, короче говоря, цель так формулировалась в итоге. Для обеспечения полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всех членов общества, всех не отдельных индивидов. Вот я развиваюсь, а вам зачем развиваться? Хватит одного. На всех не хватает ресурсов. Спросите у Дмитрия Анатольевича, денег нет. Нет денег. Уже не специалистов готовим, а только бакалавру. А бакалавра отличается от специалистов чем? Нельзя поступать в аспирантуру, нельзя преподавать в УЗИ. Если будете на госслужбе, больше одного не можете иметь в подчинении. Но если вам хочется больше, идите еще два года, платите деньги, или если вы бесплатно пойдете, ну, кормите себя еще два года, или родители пусть ваши кормят. Сейчас все дети стали, значит. Те, которые школьники, их надо до студенческой скамьи водить в школу, потому что их украдут. Потому что главная цель это какая? Деньги. Так надо украсть вашего ребенка, и вы за него дадите 500 тысяч. Жалко вам? Если вам жалко будет на ребенка 500 тысяч, ну, вообще вы злодей. Я просто, может, проверяю, злодей вы или не злодей. И вы дадите 500 тысяч, а вы не дадите. Идите взаймы у них, возьмите и дайте 500 тысяч мне. И вот ваш ребенок. В целости и сокровенности. Что, так не делают? Делают. У меня внучка, ее зовут Катя Попова. Несколько лет назад я читаю, в Ростове-на-Дону Катю Попова шла из школы, позвонила, дошла до домофона, позвонила в домофон. Сестра ее открыла, а она не заходит. Она выходит, нет сестры. Ее раз, это потом выяснилось, раз ее и в багажник. И стали требовать 500 тысяч всего лишь. И искал весь город, 20 тысяч человек искала. Нашли. В соседнем доме. Сосед, ему что-то деньги нужны были. И он так, раз, думает, сейчас принесут. Но как-то не сошлось, не срослось. Пришлось девочку вернуть. Но это не всегда возвращают. А зачем делают загородки вокруг школ? У нас никогда не было загородок никаких. Какие загородки? Причем здесь? Вся страна в загородках. А двери железные зачем? У вас какая дверь, железная? Нет? И у меня нет. А знаете зачем? У нас не железная с вами дверь. А чтобы не воровали. Потому что они подойдут к нашей двери, как посмотрят, что картонная дверь. А нет, это заходят. У вас железная? К вам пойдем. Вот. А у вас есть еще вот тарелка? Это тоже привлекает. А решеток еще должна быть обязательно на окнах. Вот тогда вы уже можете рассматриваться как кандидат. А мы-то чего там? Ну что, люди же серьезные, чего они надо тратить будут время? Это какой-то там картонный... У нас, между прочим, мы на первом этаже, у меня на первом этаже. Рядом, на втором этаже уже несколько раз обокрали. А я однажды приехал по просьбе доцента нашей кафедры на пожар. Она была в области, а горела на Верейской ее дом. Ну, я смотрел, как работают пожарные. А пожарные как работают? Им нужно посмотреть, нет ли возгорания вот здесь вот, на полу. Там, управляющих. Они открывают все двери. А как они открывают? Полгарка. Жик. И вот там эти, знаете, как железные двери. Там такие пальцы, такие мощные, противовзломные и так далее. Жик. Сколько это времени требует? Минуту. Открывает, проходит. Нет возгорания. Палили, пролили. Следующее. Жик. И вот когда вы услышите у вас что-нибудь на лестнице. Жик. Чтобы люди вышли, что нужно кричать? Раньше кричали? Пожар. Вот. Правильно. Пожар тогда выбегут. А если вы будете говорить, что? Пожар. Спаситесь, все сразу закроются на крючхе. И сделаете вид, что они ничего не слышали. Ну вот цель производства. А вот сейчас цель производства какая? Ну вот у нас целое отделение. Надо вам продвинуть товар. Это вы думаете, из чего сделано? Это хорошая у вас вода. А вы, Кукуполов, считали, из чего сделано? Нет? А что вы не считаете? Вы же грамотный человек. Там написано. Очищенная вода централизованного источника водоснабжения. А что такое централизованное источник водоснабжения? Это что такое? Объясняю. Водопровод. Не из Америки приехали вам продать нашу воду. Но они такие маленькие бутылочные пластмассовые привезли. Потом они их на специальной машинке нагревают и наливают воду. Очищенную. Ну там. Она устроена. Какие так хорошая вода? А если вы конкуренту возьмете, пепси-колу, а там очищенная вода. Муниципального источника водоснабжения. Опять водопровод. И вот говорит, давайте это официальная вода вашего чемпионата. Какая у вас официальная вода? Ну какая? Вот это проработная. И что, неправильно что ли делают? Ну если у вас цель, если у меня цель продать, так вот покупают же воду. А для того, чтобы покупали, надо весь. Я шкафы не видели, Кока-Кола? Там никакой Кока-Колы нет, а шкафы стоят. Ну вы же запомнили, что это Кока-Кола? То есть в следующий раз вы купите. А Кола не знаете, что такое? А Кола что значит? А Кока? Ну Кока это же кустарник, из которого, который наркотический. Вам же захочется еще выпить. Это и хорошо. Вы еще раз купите, я еще раз получу прибыль. И еще купите, еще. А почему сладкое такое? Потому что от этого сладкого хочется еще выпить. Поэтому езди, покупайте у меня и покупайте. Красота. Если цель у меня такая. Так, ну это мы с вами, так сказать, ушли к некоторым другим моментам. А у нас задача какая? Продвигаться сейчас по истории и философии. Но не забывать, что вот это не только история. То есть в головах человека, современного общества, если он не создал такую современную систему философскую, не усвоил, у него вот какие-то обрывки, отрывки, куски этих самых мучений присутствуют. Значит, был такой известный философ Сократ, который известен тем, что ничего не писал. Вот вы ничего ведь не писали? Ничего еще не написали? Значит, вы как Сократ сейчас себя ведете. То есть вы должны ходить и проповедовать. А вот, допустим, вы будете записывать за ним. Вот тот, кто записывал, потом будет известен тем, что он записывал, что говорил Сократ, и тоже получил известность. Поэтому сведения о Сократе мы можем подчеркнуть из диалогов Платона, его ученика. И этот Платон, его ученик, известен, наверное, пожалуй, и больше даже, чем Сократ. Четыре. А? Сократ ученик. Да. Платон ученик Сократа. До нашего времени дошли почти все сочинения Платона, который жил с 427 года до новой эры, до 347 года. Немало жил. Платона считают родоначальником философского идеализма, учения, в котором мышление, дух, идея существуют объективно и независимо от человеческого сознания. Вот если я Платон и стою на позициях Платона, то все, что существует, это что? Идея. Ничего нет, кроме идеи. Вот. Да, идеализма. Вот вы думаете, это вы? Нет, это идея в виде вас. Поэтому вы спокойны по поводу недостатков. Это недостатки идеи. Причем, если у вас есть у идеи недостатки, то это ее проблема. И вы тоже идея. Так. Идея может быть и в таком образе, и в таком. Она в виде стола, она и в виде потолка, и в виде здания, и так далее. А все, есть идея. Ничего нет, кроме идеи. Можете опровергнуть? Как вы будете опровергать, если вы тоже идея? Никак не можете опровергнуть. А вы можете меня опровергнуть? То есть, логически опровергнуть, объективный идеализм, объективный, что еще есть, невозможно. Просто невозможно. А до субъективного идеализма тогда еще дело не дошло. Это у нас впереди будет. А тут объективный идеализм. Все есть идеи. Поэтому, если, скажем, Демокрит говорит, что все есть материя, вот атомы, все сделано из атома, и так далее. А потом все это развивалось, все развивалось, дошло до человека, и человек, вот, высшее творение этой материи, и он познает эту материю. А у идеалистов, ну, точно так же, идея эта развилась до человека, и сама себя познает. Ей же самой себя еще и легче познать. Вы, как идея, очень смотрите даже. Очень вам идет быть идеей. Ну, что, какой-то материи быть. Хорошо же, идеей быть, правильно? Потом, если вы придете на экзамен, скажете, я идеалистка, я вот идея. Ну, я буду смотреть, чтобы последовательно свой идеализм там как-то. Не делали ошибок там, не скатывались к материализму, чтобы как-то ушли последовательно. Четко. У нас же нет такой установки, что только вот мы там, если только материалистом мы ставим. Вообще, надо сказать, можно сказать, что философию развивали только материалисты? Нельзя. А можно сказать, что философию развивали только идеалисты? Тоже нельзя. А вот, например, самый известный идеалист – это Гегель. А на чем базируется материалистическое учение Маркса, Энгельса и Ленина? На чем? На Гегеле. На учение этого идеалиста. Ну, вот его, тем не менее, истолковывают материалистические, и основываются на этом. Поэтому вот такого не должно быть отношений. А, это там идеализм. Или наоборот, у идеализма. А, это материализм. Ну, вот так шло развитие философии. И оно именно развитие. То есть, оно шло от низшего к высшему, от простого к сложному. Через разные учения. В том числе, и через идеалистические, материалистические. Самая важная проблема Платона – это соотношение идеала и действительности. Ибо мир не знает справедливости и не живет в согласии с ней. Как вам этот тезис? Если вы просто жалуетесь, что мир не знает справедливости и не живет в согласии с ней. А Платон прямо говорил, ничего и думать. Не знает мир справедливости и не живет в согласии с ним. Чего вы тут теперь жалуетесь? Так устроен мир. Да? Нет у вас корабля. А мир так устроен, что у вас нет. А у Славрамовича есть. Корабль есть. И яхта есть. И подводная лодка есть. Прямо туда заходит. К яхте. А у вас нет. Несправедливый мир. Не, я бы вас прокатил, но у меня тоже нет. А вы что такое справедливость знаете хоть? Справедливость знаете? И справедливость не знаете, что? Вот так несправедливо устроен мир, что одни знают, а другие не знают. Это тоже говорит о том, что вот несправедливый мир. Одни знают, другие не знают. Но вы тоже будете знать. Не волнуйтесь. Справедливость узнаете. Предположение есть у вас, что такое справедливость? У кого-нибудь? Незнание хотя бы предположение? Догадки. Какие догадки есть? Что такое справедливость? Как вы думаете? Это не такой простой вопрос я вам задаю. И я скажу, вот Платон, он чертец, когда жил, 2000 лет назад. О чем мы можем сказать по поводу... Только Платон не знал про справедливость, что сказать. И мы не особенно так можем. А вы можете сказать, сплошите Платона. Что вы нас спрашиваете? Он говорил, мы ничего про справедливость молчали вообще. И про несправедливость молчали. Это и Платон говорил, а что к нам? Какие вопросы? Ну вот, приходит в голову сказать, что значит справедливость? Какие-то мысли есть? Догадки. Вот у вас есть догадки? У вас только недостатки или плюсы тоже есть? Это тоже ваш недостаток, что вы не знаете, что такое? Ну вот, беда, что-то вы сегодня прямо так... Это вы специально, что ли, так нагнетаете? Никто не знает, что такое справедливость, несправедливость. Ну, в каком мире мы живем? Никто даже... Не только нет справедливости, но никто и не знает, чего нет. Чего это такое? Может, это и хорошо тогда? Может, это что-нибудь плохое? А мы не... Ее нет, этого плохого. Так и хорошо. Вот как-то тут надо думать. Ну ладно, мы к этому еще вернемся с вами, и не раз. Так, ну вот... Главная составляющая философии Платона – учение о бейдесах. Это идея вещи. Вот истинная причина появления конкретной вещи. Вот видите, у вас вода стоит в бутылке. Есть, потому что идея была вот этой. А оно даже и похоже. Сначала они придумали сделать воду вам налить, потом взяли и налили. То есть в основе-то и этой вот вещи была идея. Согласны? А вы думали так, вот они наливали без идей. Нет, у них была идея налить и вам продать. Вот они эту идею реализовали. А еще у вас какая идея была? Вот была хорошая белая тетрадка, там листья белые листы. Теперь вот сколько вы уже исписали, теперь уже эту тетрадку ее даже не продашь. Но потом, если вы заполните, может быть, дороже продастся. Если вы станете великой, то это будет ваша рукопись. Она будет очень много стоить, но вам это уже будет бесполезно. А другие продадут и обогатятся. Так. Вещь это результат, следствие, воплощение то или иной идеи. Вот философия Платона. Он многообразное, так сказать, оставил наследство, широкое. Это учение о познании. Ну, идея познает идею. Это легко же идею познавать, если идея познает идею. Это не то, что надо познавать материю. Это сложнее. А тут вроде как все свое. Диалектику, риторику, искусство, учение о государстве и обществе. Государство и законы являются синтезом этико-философских и политико-правовых взглядов. Вот именно Платон сказал, вот в своей книге о государстве, что самым великим будет делом, великим государством будет государство, во голове которого будут стоять философы. Кого вы знаете из политических деятелей, который бы был философом? Во всем мире был только один человек, который был философом и стал политическим деятелем, главой государства, фамилия. Вы не знаете такого деятеля? Ну вы не были еще главой государства, значит вы сюда не попадаете. А кто вот был главой государства? Вот начинаем. Может быть, Горбачев, он говорил, но у него там книга есть «Новые мышления для нашей страны, для всего мира». То есть есть гегелевское учение. Аристотель написал формальную логику, гегель диалектическую. А это новые мышления, это как бы третье мышление. Может это философ Горбачев? Но вот есть книга Болдина, руководитель аппарата, он там подтверждает, что ни одной страницы Горбачев сам не написал. Ни одной страницы, ни в одной статье. А статей, знаете, сколько у него выходило? Давайте вы будете писать, а у меня будут выходить статьи. Сколько у вас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Ну вот в день по статье каждый должен написать. А у меня будет шесть статей выходить каждый день. И сразу поймут, что я великий писатель. У меня еще новее мышление будет, чем у Горбачева. А что вы будете писать, это не важно. Главное, чтобы не писали. И сейчас даже говорят, надо озвучить эти мысли. То есть как кто-то их написал, а надо теперь только озвучить. А кто озвучивает, это кто? Он автор этой идеи или он диктор? Вот если вы мне написали, я зачитываю. Это что такое? Я озвучиваю. Это мультфильмы озвучивают. Там всякие чебурашки бегают, там и прочие. Фигуранты их озвучивают. Вот. Ну да кто такой человек? Товарищ Ленин он был. Он науку логики изучал. Причем он начал изучать довольно поздно. Вы его очень сильно перегоняйте, если начнете сейчас изучать. Потому что он в 44 года начал изучать. Когда все запуталось. И видно было без философии вообще не распутать, что происходило в мире. Мировая война. Народы убивали друг друга. Причем бессмысленная такая для народов война совершенно. А после Ленина кто-нибудь был? Какой-нибудь человек, который прочитал науку логики и руководил бы нашим государством? Нет. Ну и как? И вас тогда удивляет, что государство постепенно разрушилось? А почему оно должно удивлять? Мы других причин сейчас не разбираем. Но это одна из причин. Но если человек глава государства, он должен во всеобщих вопросах разбираться. Ему же всем надо заниматься. А философия, наука всеобщим. А не только как в чем-то конкретном. Так. Пойдем дальше. Последним великим философом Эллады, то есть Греции, был ученик Платона Аристотель. 384-322 годы до новой эры. Автор, собственно говоря, и основатель формальной логики. Вот. Он систематизировал формальную логику. И в этом смысле формальная логика не изменилась со времен Аристотеля. И нечего ей там меняться. Он все виды суждений разобрал. Суждения, ему заключения, классифицировал все. И тот, кто возьмет сочетать Аристотеля, поймет, как это трудно. Очень сложное произведение. Очень сложные, непонятные. Ну, правильные все. Потому что формальная логика, если она берется, вот, так сказать, во все ее целостности, это сложная наука. Научное наследие Аристотеля можно разбить на логику, о которой я уже сказал, философию, физику, биологию, психологию, этику, экономику, искусствоведение. Аристотель был тем мыслителем, который создал логику, как науку о мышлении и законах правильных рассуждений. Его перу принадлежат трактаты, посвященные социальным и политическим наукам. Но главным философским трудом Аристотеля считается метафизика, в которой он изложил основные идеи и взгляды. Вот сам Аристотель никогда не называл свою философию метафизикой. Аристотель различал первую философию и вторую философию. И та, и другая касается человеческого знания. Но предмет первой философии не природа, а то, что существует сверх нее. Философия интересуется сверхчувственным сознанием, разумом, законами, логикой и диалекцией. Вот как понимал Аристотель философию. В основе антологии Аристотеля, антология – это учение о бытии. В основе антологии Аристотеля лежит понятие формы. Форма – суть бытия – вещи. Материя в понимании Аристотеля аморфна и бесформенна. Но это в понимании Аристотеля нельзя сказать, что это современное понимание материи. Она пассивна, сама по себе недееспособна. Хотя она и источник вещей, но без формы она не творит вещи. То есть он как бы берет материю без формы и тем самым как бы отрывает форму от самой материи. Как будто форма может существовать отдельно от формы. Или форма, или материя может быть вообще без формы. Третьим первоначалом служит целевая причина. Четвертым – движущая причина. То есть материя, форма, целевая причина и движущая причина. То есть причина, которой я цель поставил, она как бы меня толкает к тому, чтобы я ее достиг. Или что-то меня подталкивает, наоборот, снизу основание какое-то меня толкает к тому, чтобы я шел в этом направлении. Как экономический интерес. Экономический и политический кризис Греции, рубеж 4-го, 3-го веков и 2-го века до нашей эры, отражается и в греческой философии. Наиболее интересный в этот период является кинизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм, учение Эпикура. На этом я останавливаться не буду. Это, так сказать, если вы захотите это поизучать, поизучайте. Все это есть. Самым хорошим источником для изучения истории философии является лекция по истории философии Гегеля. Почему? Самым хорошим. Потому что Гегель – великий создатель системы философской. Раз он создатель целой философской системы, поэтому она выделяет и отмечает то, что потом стало строительными камнями для этой великой философской системы. А не просто что-то, чего придумал, сказал для красоты. А то, что вошло в научную систему философии, и что потом стала целая система, стала какой-то категорией встроенной системы философии Гегеля. Вот поэтому такой взгляд на историю философии является взгляд с точки зрения того, какой вклад внесла вот эта философия, этого человека в построение встроенной научной системы философии. Ну вот, дальше, следующая наша задача – начать рассматривать средневековую философию. Чем характеризуется средневековая философия? Мы с вами хорошо знаем, что для периода Древней Греции и Древнего Рима было характерно многобожие. Да, был, конечно, главный бог, но и были разные боги. Их было много, и поэтому они, эти боги, не мешали развивать в общем науке, не мешали развивать культуру, они как бы поддерживали разные самые направления и так далее. А вот средние века, в связи с созданием крупных государств феодальных, в связи с тем, что нужно было укрепить эти феодальные государства, их надо было укрепить за счет перехода от многобожия к единобожию. Вот я был в городе Дельфи, пригороде Афин, и там храм есть, дельфийский. Это вот про дельфийский оракул говорят. И там, представляете, такой вот сад, и в этом саду, только гораздо меньше, чем наш летний сад, стоят прекрасные мраморные сады, но без голов. А почему? А потому что пришли сторонники того, что есть один бог. А это все разные боги, так им головы бы отрубали. И так сказать, не стали уничтожать совсем. Я не знаю, кто оторвал руки Венеры Милосской, но она все равно прекрасна даже. А вот там головы бы отрубали. Представляете, такие прекрасные статуи, мраморные, и без голов. Ну, как бы вот они-то не виноваты, эти мраморные статуи. Ну, вот так вот устанавливалось это единобожие в том числе. И получило такое выражение. Значит, что характерно для вот этого периода средневековой философии? Патристика и схоластика. Это основные этапы развития средневековой философии. Патристика – это от какого слова? Это отцы, так сказать, патристика, да? Вот Христос возвестил свое послание, доверившись живому слову. Вот вы не доверяете живому слову, вы записываете. Я вам вживое почти вот так вот говорю, без всяких особенных записей. Ну, немножко у меня есть вот то же, кое-что. И вы тоже так же чувствуете. Живому слову не доверяете себе. От Христос ходил и проповедовал без всяких вот этих вот бумажек тут, ручек. Все, бросьте эту ручку, идите проповедуйте. У вас же есть, кроме недостатков же есть что-то достоинство крупное. Вот сейчас пойдете и будете проповедовать. И все будут останавливаться. А то ходят люди, заняты, не ясно чем. А кто же им благою весть принесет? У нас вот мост уже есть благовещенский, а благая весть только одна, что там это был мост лейтенанта Шмидта. Ну, какой другой благовой вести там и нет. Тут, так сказать, там написано восстание. Он возглавлял это восстание матросов, военных моряков. Взяли и переименовали Благовещенский мост. Ну, никто не вещает. А вы встанете на этом самом мосту Благовещенской, будете вот что-то доброе вещать. Поскольку вы один, одиночек никто не арестовывает у нас. Это никаких митингов нет. Одиночный пикет. Сидите, микрофона у вас нету. Никто вас не привлечет. И вещайте себе. И будут люди говорить, вот там можно встретить человека, высокого, красивого, он все время благие вещи говорит. Вести несет. Вот Христос, Христос, между прочим, не просто ходил и словами говорил, он вылечивал. А вот эти нынешние отцы церкви, они ссылаются на то, что Христос вылечил. А они-то что сделали? А он-то прямо вот доказывал. Вот вы хотите мне поверить, если я вылечу ее, а если она заболела, значит вы мне поверите. Если я не вылечу, вы мне не поверите. А сейчас, а я вам расскажу, что, а вот Христос раньше меня вылечил. Поверите мне теперь. А вы скажете, а вы-то тут при чем? Это Христос? Христос, если пришел, я бы ему поверил. А вам-то что я должен верить? Вы-то что сделали? А вы только ходите по ресторанам, у вас такой же вот. Что мы не видели этих самых товарищей? Вываливаются из большой машины и идут вот обедать в ресторан. Как-то они не совсем похожи на Христа. Ну, что делать? После смерти Христа его слово было записано. Вот вы записываете слово «мое» не после моей смерти, а при жизни. И я еще при своей жизни у вас экзамен буду принимать. У нас все это сложнее гораздо. Такого вот, чтобы потом записали, и уже взятки гладкие они. Подпробуй, никто не проверит. Христос вот доверился им, что они там написали после него. Потом один одно написал, другое, другое. А я проверю, что вы там записали. Вот я вижу, вы записываете. А что вы будете потом мне рассказывать? Так, и записи эти появились, начиная с середины первого века нашей эры. Их становилось все больше. Вот у нас сейчас, я смотрю, записей моих лекций мало. Вот сколько человек, и то не все записывают. Некоторые просто слушают. Саботарники, можно сказать. А вы потом напишите записи, независимо от того, что я говорил. Другие еще лучше. То есть потом начинают писать, а не саморазмножение идет этих записей. А зачем? Христа уже нету, никто не проверит. Он, значит, все это пишет, и пишет. И вот появилась проблема. Некоторые из них заслуживали доверия. Но появилась задача. Не столько собрать эти записи, сколько отобрать материалы, отделив истинные от фальшивых. А как вы отделите истинные от фальшивых? Вы знакомы с Христом? Нет. Как вы отделите истинные от фальшивых? Вот, например, сейчас есть свидетели иеговы? Свидетели есть? Слышали такие свидетели иеговы? Сейчас их запретили. Свидетели запретили. Черт-те что. Свидетели. Как можно свидетелей запрещать? Вот. А я с ними разговаривал. Они со мной пришли. И книжки принесли. И спрашивали, как я вот к Библии отношусь? Я говорю, хорошо отношусь. Мудрая книга. А я их тоже спросил. А вы что, свидетели? Они говорят, мы свидетели. Я говорю, что, и видели его? Они говорят, нет. Так я говорю, вы же-то нас же свидетели. Они книжки забрали и убежали. И правильно их закрыли. Как это? Выдаюсь, я за свидетелей. Вот такая жизнь. Так это не только сейчас. Мы же вот сейчас зачем этому историю копнули? Да потому что это все актуально. Сейчас вот выступая с тем же самым. Вот ходил сам Христос, говорил, истинно, истинно вам говорю. А вы знаете, что такое истинно? Вы даже, если вы не знаете, как вы определите, что истинно я говорю, а что не истинно? Вот то, что я говорю, истинно или не истинно? Что, вы верите? Мало ли, вот тебе придет, скажет, что он профессор, и начинает вещать. И вы верите этому? Зачем народ стал доверчивый? Ну сколько сейчас обманывает народ? И вы так вот любому придет, оденет прилично, так вроде с виду. Начнет говорить, и вы верите? Вы на веру, что ли, все принимаете? Или у вас какие-то критерии есть? Как вы определяете, что это верно, то, что я говорю, а что неверно? Сколько уже народ обманывали, и сколько может это повторяться? Ну что такое истина, хоть вы знаете? Тогда у вас есть критерии, вы там берете, слушаете, что я говорю, и проверяете. Правильно? Логично было бы так. Ну, серьезный человек, вы же серьезный человек, я на вас уже нападал, а вы как-то ко мне мягко относитесь. Надо как-то, как это, добро должно быть с кулаками, так говорят, да? Ну, так у вас какой-то критерий есть? Определите, я правильно говорю или нет? Как, что такое истина? Критериев нет. Нет, у кого-нибудь есть критерий, что такое? Вот, говорит, человек мера всех вещей, и что мы с этой мерой будем делать? Не знаем, как даже применить. Красиво звучит? Ну, кто-то истину. Вот я говорю, истина, истина вам говорю, а дальше вот, дальше записывайте. А что, это истина, это или это и ложно? Ну, так и никто не знает, что такое истина. Можно я скажу? Истина в двух смыслах берется. В смысле соответствия понятия объекту, если я об объекте, вот если я про вас рассказываю в соответствии с тем, какая вы есть, это истина. А если я прямо противоположное говорю со сравнением с тем, что вы есть, то это не истина. Вот и про вас то же самое. Если вы и хороший человек, а я изображаю вас наоборот. Что у вас некоторые есть достоинства, но они так, это отдельные только, а в основном все недостатки. Тогда это не истинное изображение. А вот если я в соответствии с этим, то есть показываю, что вот вы есть человек в целом добрый, положительный, хороший. Ну, не без греха. Это истинное изображение. Соответствие, понятие, объект. Легко понять, что такое истина. Вот с этого момента, пусть никто не говорит, что ему не сказали в университете, что такое истина. А то прямо вы как обиженный, что вам даже не знаешь, как определить, что истина, что не истина. Вот. И то осталось, конечно, до окончания занятий. Пять минут только тогда сказали, что такое истина. На целую лекцию говорили, черти о чем. Второе. А истина в другом смысле. Вы задумали. Что задумали? Хорошо. Сдать экзамен. То есть у вас, вы хотите мир преобразовать. Ну, скажем, свое сознание преобразовать, себя преобразовать. Так вот вы сейчас не знали, а уже знаете. А вы вообще хотите, так сказать, повысить свою там грамотность философскую. Издать на отлично. Хорошая же идея. Хорошая идея. Вот если практика соответствует этому замыслу, то есть если уже действительность соответствует идее, то это истина в другом смысле, в смысле преобразования мира. То есть вы еще хотите себя сделать. Вы хотите стать хорошим, великим журналистом. Это правильно я понимаю, нет? Вы сейчас великий журналист? Ну, что вы, ну, что вы, это, ну, видно, что вы все-таки, вот. Я бы на ваше место сказал, да, я великий журналист в становлении. Ну, это же красиво. В становлении я. А вы так просто, нет, я не, ну, если вы нет, то и нет. Если вы журналист в становлении, точно так же и великий журналист в становлении. Ну, не все же сразу делается. Это очень даже скромно. В становлении. Ну, конечно, просто сказать, я великий журналист Ну, это, да, скажут, что-то через край А вот я в становлении, ну, пожалуйста, нормально То есть вы хотите себя преобразовать, развить, стать великим журналистом Ну, как-то странно, если вы поступали на журналистику и не хотите быть великим журналистом Это странно, вот каждый солдат хочет стать генералом, да? Вы пошли в армию и не хотите стать генералом Только хотите оставаться сержантом или кто? Ефрейтором, это тоже странно, правда? А может, вы будете генералиссиумом? Что-то плохого в этом что-то есть, нету? Но это не сама цель, ну, просто, если уж вы чем-то занимаетесь, то вы хотите достичь Высот или низин в своем мастерстве? Высот Ну, высот? Ну, что-то так как-то высоты, детская, что, я туда полезу, на эти высоты Это работать надо, думать надо Так Ну, вот То есть, это вот истина в другом смысле Вот или дом построили Вы все, наверное, знаете, что был такой архитектор, который задумывал вот это здание, в котором вы учитесь И это ни при каком выветривании, которое нам рассказывали в школе, что ветры дуют, морозы, то, все, и причудливые скалы, получается, а в них даже отверстия могут быть И некоторые как животные такие стоят Ну, не такой дом, чтобы были вот такие окна, двери и квадратные, так сказать, пространства кубические Ну, такого не может быть Это только вот из головы человеческое вышло Но это то, что было в голове, потом преобразовалось, и это преобразование материи Что нас окружает? Вот это что? Это природа или не природа? Да или нет? Нет Как нет? А еще это сделано? С луны, что ли? Это тоже природа, луна А что, это из головы? Или это природа? Ну, у нас вариантов, но или это природа, или человек Что, это из людей сделано? Что, из костей прессованных, что ли, сделано? Что, крепостных крестьян тогда сгоняли, они умирали, так сказать, на всех работах по Петербургу А из их костей делали столы костяных, так, что ли? А человек то ли, в общем, природа? Особенно, когда он уходит после своей смерти, это превращается в греб Ну, для философов это элементарно разгрызть Это называется очеловеченная природа Ну, человек же это сделал Взял природу, взял там, что он взял? Древесину Обработал ее Потом он взял, что? Газ Из газа сделал лак Или из нефти сделал лак Из чего делают-то? Масло сделал, правильно? Покрасил Это что такое? Железо А из железа еще делают Ходили по болотам, видим? Ржавое болото Это что значит? Феррум там 2, О3 Июроферрум 3, О4 Железо Значит, надо это добыть железо А чтобы железо добыть, что нужно сделать? Нужно эту руду достать И что дальше? А дальше нужно ее плавить А чтобы плавить, что нужно сделать? Кокс нужен А кокс это не... Так вот прямо в природе не бывает Его делают из угля А уголь где так? А уголь тоже же природа Это же знаете, что такое уголь? Это остатки органических веществ В коксовые батареи закладываем Нагореваем И они такие пористые-пористые Легкие кусочки такие И они дают температуру такую При которой плавится И вы плавляете, вы стали А из стали делаете эти штучки Вырезают, штампуют и так далее Все это... А это что? Это не природа? Это все это... Что тут стекло? Это стекло, это песок Прозрачный, белый песок Если белый песок взять, кварцевый Будет такой А если коричневый Для пивных бутылок Это другой песок Не кварцевый Все кругом природа Кроме нас Мы с вами Хотя мы тоже как бы часть природы Мы как бы над ней возвысились уже Высшая стадия развития материи И сущность у нас с вами Общественная Правильно? Мы не приравниваем себя к комарам И к мухам Не приравниваем Если даже мы на самолетах летаем Все равно мы не с трекозой Вот мы преобразовываем природу Вот-вот Налицо То есть Если архитектор Так сказать Создал Как Марс говорил Чем отличается самый плохой архитектор От самой хорошей пчелы Что он сначала создал в своей голове А потом Преобразовал природу В соответствии с этим замыслом Вот это истина во втором смысле На этом вот таком важном моменте Что такое истина Мы с вами и закончим сегодняшний урок Мы с чем-то хорошим должны уйти Не с руганью Что я вот на него напал Говорю У него недостатка есть А он уходит с пониманием того Что такое истина Да? Хорошо же это? То есть мы не скажете Что у нас конфликт Какой конфликт? Мы разбирали И пришли к истине с вами Истина Истина вам говорю Что такое истина? Вот Спасибо за внимание Пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому